Продолжение следует... 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 но сволочи такие заменили нашего героя на какого-то неандертальского кренделя и назвали Джой Маг. Вот в какой удивительной стране мы живем. Не правда ли это жестоко говорить Стеллинка нам, юным фанатам Дэнди, что Джой Маг это пиратская игра, срезанная с Супер Марио 16? И все из-за того, что тупо Хак Мари попался в руки раньше, чем Джой Маг. Поэтому, когда они показали последний, пришлось как-то выкручиваться и сказать, что это переханченный Хак Марио. Но мы-то этого не знали. Мы вообще ни черта не знали, кроме того, что видели в новой реальности и читали в журнале. И в это свято верили. Короче, нас разводили как лохов. По идее, на 16-й части эпохея с бесконечными синглами Марио должна была закончиться, но не тут-то было. Коль кому из моих знакомых в конце 90-х однажды по счастливилось, вернее по несчастливилось, увидеть один из Хаков Марио, который носил номер 17. Я эту игру видел уже много позже, в виде рома для эмулятора. И, честно говоря, нисколечко не пожалел, что в 90-х она прошла мимо меня. Вы хотите узнать, что это была за игра? Пожалуйста. Фантастика, правда? Очередная гениальная идея желтожопых пиратов. Но и это еще не все. Как мне рассказывал тот же знакомый, он видел эту игру в паре еще с одной игрой про Марио. Не догадываетесь ли, с какой? Вот так. Недаром, говорят, беда не приходит одна. Или, говоря иначе, не бывает дерьма без говна. Этот лютый трешак назывался Супер Марио и Сонинг 2, где вместо Чипа и Дейла бенгали Марио с Соником. Хвала Господу, что он не выходил под маркой Стиплера, а то фанаты итальянцев в комбинезоне точно повесились бы. Ну что ж, мы просмотрели все известные номерные сирклы Марио. Как видите, большинство из них полнейший отстой. Но это далеко не все, что выходило про него на Денде. Поэтому у нас еще есть надежда увидеть хотя бы парочку нормальных игр. Не те, которые беспощадно уносят мозг своим маразмам, а те, в которые приятно и интересно играть. Спасибо игратью, музыкой, ну, знаете, как полагается. И те, которые в коем-то верьте про самого Марио. Поэтому стрястим пальцы и продолжим экскурс в историю. А продолжим мы игрой под названием Super Mario World. Те, кому это напомнило историю с Девятым Миром и Марио-Извращенцем, не пугайтесь, это совсем другая игра. Однако на картридже она тоже имеет подзаголовок. Volume 1. Вроде как первый топ. Что это значит? Сейчас объясню. Данная игра представляет собой пиратский порт игры Super Mario World, выживший в 1991 году на приставке Super Nintendo. Пиратская компания J.Y. Company, портировавшая на Dendy, так торопилась выпустить игру на одноигровках, что банально не успела ее доделать. Из-за фигачи логон-картридж, версию порта сделаны только наполовину, под названием Super Mario World Volume 1, если только половина игры. А через три года, когда она уже разошлась по миру, ее прошла куча народу, обломавшись, что игра заканчивается на середине, и в итоге забивших на нее, J.Y. Company выпускает очередную многогробку, на которую запихивает свой Super Mario World, но с той лишь разницей, что на ней порт предстает перед игроками в полном объеме. Те, кто тешил себя надеждой увидеть на конец игру про Марио, а не пройти не Туна, Джекричана или Сонинка, могут ненадолго вздохнуть спокойно. Ибо Super Mario World игра непосредственно про Марио, даже несмотря на то, что на обложке картриджа его в очередной раз вырезали и заменили принцессой Тоддстул. Единственный серьезный недостаток этой игры в том, что она пиратская. Чего же вы можете ожидать в первую очередь от пиратского порта с другой системы? Разумеется, корявейшего управления. С одной стороны, оно нормальное, достаточно мягкое. Вправо, влево, прыжок, приседания. Все вроде ничего. Но когда вы нажимаете кнопку Б, Марио подрывает свою жопу так, что вы едва успеваете за ним уследить. А если вы еще нажимаете после этого кнопку А, он вообще взлетает в воздух, как ракета. И что странно, опускается после этого, он медленнее, чем взлетает. Когда вы берете Йоши, ситуация к лучшему не меняется. Когда Марио разгоняется на всю катушку и прыгает вверх, отнюдь не значит, что он пролетит вперед так же далеко. Потому что когда он достигает наивысшей точки, сразу начинает тормозиться и падать вниз. При преодолении больших ям обязательно учитывайте этот косяк. В плане общего геймплея вымораживает тормознутость движка. Когда на экране много движущихся объектов, игра начинает жестко тормозить. А если объектов будет еще больше, она запросто может повиснуть. В плане переноса графики дела обстоят лучше. Разнообразность уровней, детально прорисованная карта, персонажи и враги. Все выполнено на приличном уровне, учитывая, что игра пиратская. Конечно, иногда парят непонятные с блоками, из которых можно убивать вкусняшки. То они одного цвета, то другого, то на них мигает знак вопроса, то не мигает, то из них можно что-то выбить, то нельзя. В общем, тут метод научного тыка вам в помощь. Музыка в игре типичная для пиратки, хотя и достаточно разнообразная. Говорить об отличиях между Супер Нинтендовской версией и этой я не буду, ибо их огромное множество. Что смогли спереть из оригинальной игры, то сперли, что нет, то вырезали. Радует, что в игре присутствует хоть какая-никакая финальная заставка, так что есть смысл попытаться пройти ее до конца. Кстати говоря, это можно сделать и вдвоем. Но в целом игра получилась добротная, хоть и корявая. И что сейчас можно сказать наверняка, она определенно лучше половины того трэша, о котором мы только что говорили, так как из всего этого она хотя бы действительно про братьев Марио. И для Дэнди Боя в 90-х годах она не рискует стать большим разочарованием на общем фоне игропрани. Так, что у нас дальше? Это еще что? Вообще прекрасно. Ни логотипа, ни названия, а только какая-то здоровенная пилюля, три непонятных зубастинка и анимешная деваха с показом мод 80-х. Это доктор Марио? Офигеть! Тогда может быть стоило хотя бы где-нибудь на обложке указать, что это доктор Марио? Указать хотя бы, что это вообще Марио? Стреплер, ну мать же ж вашу, ну как так можно? Все и так верили, что вы продавали лицензию, но зачем так изливаться-то? Ну неужели нельзя было хотя бы когда-то шоу по ее картинке написать доктор Марио? Или хотя бы какую-нибудь левую фобку Марио налепить? Нет, блин! Пилюля, три дебилой, да какая-то левотека, которая вообще серп прослышит, что тут делает? Что она тут делает? Причем она здесь? Что сказать об игре? Это копия оригинальной нинтендовской игры Доктор Марио, вышедшей в девяностом году. Как и в случае с печеньками Йоши, бравый водопроводчик снова стал персонажем игры Головоломки. На этот раз он переквалифицировался во врача, который, по идее, должен найти способ уничтожать вредных микробов на каждом уровне. Чем вам, собственно, и придется здесь заниматься? Минкробы уничтожаются путем действия на них пилюль одного с ними цвета, но это вы и без меня знаете. Эта игра также выходила на Гримбое, а версия для Аниес, спертая для Дэнди, как ни странно, никаким изменениям не подверглась. Если бы на обложке картриджа с ней была бы адекватная картинка, она бы вполне сошла за оригинальным. И коль уж мы упомянули о Йоши Скуке и Доктор Марио, сделанных в ином жанре, нежели классические игры, то тут нельзя не припомнить, что после них Nintendo выпустила еще две игры о братьях Марио. На этот раз корни, отличающихся от предыдущих не только жанром, но и разработчикам Mario is Missing и Mario's Time Machine. Эти две игры были выпущены в 1993 и 1994 годах соответственно. В отличие от других оригинальных игр про братьев сантехников, они классифицировались как образовательные и разрабатывали их уже не Nintendo, а компания Software Toolworks. Нитендерцы просто продали им рецензии и потом выпускали готовые игры на своих картриджах для консолей NES и Super NES. У нас на D&D тоже можно было встретить данные экземпляры. И вот, например, один из них. Картридж с игрой Mario is Missing под названием Missing Mario. Как ни парадоксально, но картинка на этом пиратском картридже практически целиком соответствует содержанию игры. Пока Марио страдает фигнёй в плену у Купы, Луиджи бегает по всей планете в его поисках. На пути он встретит гигантскую обезьяну, интерпретированную здесь в виде Донки Конга. И если он так и не сможет найти и спасти Марио, то по-среднему придёт крантец и он отправится на небеса. А что касается картриджа с игрой Mario's Time Machine, то его у меня, к сожалению, нет. Хотя, в принципе, к счастью, потому что я бы всё равно не стал рассказывать об этих двух играх, так как о них уже всё очень подробно и весьма красноречиво рассказал в одном из своих видео Angry Video Game Nerd. И если вы всё ещё хотите их лицезреть, можете посмотреть его обзор. А мы, в свою очередь, вернёмся к рассказу о старых добрых долбанутых пиратских играх и продолжим безумной-безумной-безумной-безумной игрой под загадочным названием «Самари». При виде этой заставки фаны Дэнди в 90-х годах на РНК бы воскликнули «Круто», а фаны сейвы «Шо за нах». Действительно, игра «Самари» или «Самари» имеет прямое отношение к той-другой платформам, так как усилиями узкоглазых пиратов в ней объединились вселенные двух суперзвёзд этих консолей – Марио и Соника. Причём объединились таким образом, что у одного позаимствовали весь его игровой мир, а у другого – только его самого. В результате на Дэнди вышла такая вот игра, в которой Марио путешествует по миру Соника и не вдупляет, что он тут забыл. Что сказать об игре? На первый взгляд, она неплоха. Если сразу закрыть глаза на то, что вы управляете итальянским сантехником вместо ежа и рассматривать всё это как пиратский порт с мега-драйва игры «Sonic the Hedgehog», впечатление будет не самое худшее. Мир Соника, в общем и целом, воссоздан здесь не так плохо для Дэнди. Графика и музыка на приличном уровне, даже получше, чем на многих других пиратских портах. Тормозенность управления, как обычное одевление в пиратских играх, здесь есть, но не слишком навязчиво. А вот геймплей, конечно, недостаточно мобилен, как в оригинальной игре на Sega, но позывы драйва здесь тоже можно уловить. Тем более, что в этой игре пираты добавили главному герою возможность разгоняться прямо с места, путём зажатия кнопки B. А эта фишка, как мы знаем, впервые появилась только во второй части Соника. Таким образом, как ни странно, но игра с Амари создает впечатление в весьма неплохой 8-битной версии Соника. Лишь один маленький нюанс. Какого хрена тут делает Марио? Ну объясните мне! Если пираты хотели перенести из Сеги на Денди первую часть Соника, то насчера было заменять его на этого долбаного тальяшку. Типа потому, что это суперзвезда с мебельной приставки, а Соник тут выглядел бы не актуально. Блин, актуально было копировать весь его игровой мир и запитивать туда абсолютно левого персонажа. Вообще, тут можно провести параллель с тем самым малоизвестным хаком Super Mario 15, в котором Соник побывал в мире Марио. И тогда с Амарией можно считать чем-то вроде ответной игры, да. Но даю вам полкило картошки, что в те времена никому до этого не было совершенно никакого дела. Крепали что хотели, абсолютно срав на всё. Итак, у нас осталось всего четыре игры, к которым якобы имеет отношение водопроводчик по имени Марио. И я думаю, что после всего того дерьма, которого мы нагляделись, они вряд ли смогут удивить вас или меня. Ведь любая попытка разобраться в том, чем руководствовали создатели этих так называемых игр, заведомо ведёт в никуда. Поэтому отключаем мозги и продолжаем игрой с наиболее простым названием Марио Райдер. Картинка на этом картридже явно намекает на то, что это гонка с участием Марио. И знаете, я не удивлюсь, если сейчас выяснится, что там хак игры Матч Райдер с ним в качестве мотоциклиста. Так, мотоциклиста мы видим, но на Матч Райдер это как-то не тянет, как, впрочем, и на игру про сами знаете кого. Ну, я почти угадал. Да, не правда ли, это было очень логичное решение заменить бошку гонщика на профиль Марио. А действительно, зачем тратить уйму денег, набирать разработчиков, рисовать графику, придумывать сюжет, разрабатывать геймплей, не знаю, оплачивать рекламу, когда можно просто взять какую-нибудь левую игру, крутить туда усатую морду и всё. Вот вам новая игра про Марио без каких-либо особых затрат. В Нинтендо в натуре они непродуманные бездарей работают. Пусть лучше у китайцев получится. Так вот, о чём это я? А, игра Марио Райдер представляет собой хак топ райдера. Единственное, что их отличают друг от друга, это неестественно выкрученная голова Марио на шее гонщика в момент крутых поворотов. Кстати говоря, у нас на картриджах также встречалась ещё одна версия данной игры под названием Супер Марио Карт Райдер. С той лишь разницей, что там можно было выбрать несколько других голов на плечах мотоциклиста. Например, Йоши или Боузера. Видимо, это всё, на что хватило силу пиратов, когда они пытались портировать на Денди игру Супер Марио Карт с приставкой Супер Нинтендо. Да, и раз уж мы заговорили о Супер Марио Картинге, то посмотрите теперь на следующую игру Карт Файтер. Судя по названию эти клетки, это тоже что-то вроде попытки переноса игры со Снеса. Но не спешите с выводами, потому что это совсем не гонка. Это пожёстче. Включая игру и читая заголовок Карт Файтер, трудно сразу понять, что из себя представляет эта игра, тем более принимая во внимание братьев Марио. Но зная пиратов, которые способны на очень многое, мы не будем удивляться даже тому, что это, например, Донки Конг, а это принцесса Тоддстул. Марио с Луиджи здесь явно рисовали подвыпившие битнингки под впечатлением от жёлтой подводной лодки. А это, представьте себе, не голая черепашка-ниндзя, это простой Купа. Вы спросите, при чём здесь Картинг, и к чему вообще этот выбор персонажей? Ну просто к тому, что это ФАЙТИНГ. Да, поклонникам Дэндиского Мортал Комбата посвящается. Уж чего-чего про Марио на Дэнди ещё не было, так это файтингов. При чём же здесь Картинг, вновь спросите вы. Да ни при чём, просто пираты, скрипавшие это чудо, спёрли для него персонажей из игры на SNES Super Mario Kart, но с чего-то решили запихнуть их в файтинг. Сама же игра типичный пиратский стритфайтер со всеми вытекающими. И кстати говоря, компания-разработчик этого творения, Gounder KO, известна также производством таких игр на Дэнди, как Street Fighter 4 и Master Fighter 6. Так что выбор жанра здесь очевиден, даже несмотря на главных героев. Знаете, я уже давно для себя понял, что не стоит пытаться нащупать ловеньку в этих клетках пиратским играм на Дэнди, и всё равно не перестаю их рассматривать и офигевать. Сейчас я держу в руках картридж с игрой под названием «Пицца Поп Марио». Понимаете? Пицца Поп Марио. Это примерно как Ниндзя Бейсбол Бэтмен. Картинка интригует. Чем-то напуганный Луиджи с пиццей в руках убегает от здоровенного кота в тёмных очках, который несёт ещё более здоровенную пиццу. И всё это происходит около стадиона Чикаго Капс. А игра называется «Пицца Поп Марио». То есть тут ещё какой-то поп должен быть, вероятно, тоже с пиццей. Ну, допустим. Игра, видимо, называется «Пицца Поп». А Марио – это разработчик. Ага. Итак, значит, после того, как Марио побывал сантехником, поваром и доктором, он решил стать разносчиком пиццы. Карьерный рост налицо. Теперь на его долю выпало бегать с пиццей наперевес по улицам Чикаго и отбиваться от хулиганов и кошек. Это круто, что я просто с узким бедаром. Марио – разносчик пиццы. Это просто гениальная идея для очередной игры. А знаете, я могу ещё несколько идей подкинуть. Угу. Как насчёт Марио – пожарный? Или Марио – садовник? Или, ещё лучше, Марио – присочник кирпичного чая? Вот это была бы игра «Что надо». Короче, на сервисе трэш. Я уже сытого горла этим толстожопом до конца своей жизни. Но у нас осталась ещё одна игра, которую мы тоже, к сожалению, должны посмотреть. И я, конечно, понимаю, что мы с вами навидались уже много всякой психоделикой на картинках картриджей. Но я всё ещё надеюсь, что то, что вы видите на этом, не взорвёт вашу нервную систему. Просто помните, дышите глубоко и повторяйте себе. Это игра про Марио, несмотря ни на что. Итак, на обложке мы видим здание в виде большого гамбургера, над которым развивается флаг СССР. И откуда, сломя голову, убегают два гастарбайтера. Видите, какой длинный путь прошли братья Марио от первой до последней игры? С чего всё начиналось? И чем всё заканчивается? Это последняя глава приключений братьев водопроводчиков на приставке Дэнди. Вива фитай, господа! ЗАСТАВКА Заставка просто супер. Кусок хвоста самолёта под облаком и надпись MC Mario. Вот так вот, значит. После пиццерии пошли по Макдональдсам. Совершенно невообразимым образом Марио занесло в мир Макдональдса, где он вместо принцессы должен отыскать какого-то гамбурглара. Блин, с какой унитаз на этот раз он забрался, чтобы вынырнуть в этом крэйзи ворлде? На первый взгляд, стилингры вроде бы остался прежним. Ну, ходите по карте, прыгаете по пружинам и грибоподобным платформам, а вместо монетов теперь собираете буквы М. Ну да, особо ничего не изменилось. Думаете, вы до того момента пока не попробуете прыгнуть на голову какой-нибудь хрени, и не поймёте, что всё в этой игре убивается только швырянием ящиками. Очередной привет Чипу и Дейлу. Ещё на уровнях тут полно таких прикольных стен, которые при соприкосновении с ними заху... ...вас самое начало. А если всё-таки пройдёте уровень, то всё, что вас ждёт в конце, это чёрный брат-близнец Марио, который даст вам Петра. В эту игру, между прочим, можно играть и вдвоём, но на двоих вы не увидите ничего нового, кроме того, что в конце уровня чёрным уже будете вы. Зато при смене игроков будет появляться экран с визиономией пацана из горной кавказской деревни. Да, господа. Только в России мы могли играть в Тинитун под названием Марио. Только в России мы могли купить в фирменном магазине лицензионные карточки для Дэнди Супер Марио 5. Только в России, мать вашу, мы могли услышать по телевизору, что Джо и Мака содрались в Марио 16. И только в России мы можем закрывать на всё это глаза, и играть как ни в чём не бывало. Знаете что? Для полного счастья не хватало только, чтобы они запихнули Марио в какой-нибудь стрит-файтер, выпустили на лицензионных карточках Стиплера. Вот это было бы просто... Нет. 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 Не может быть. Нет. 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 Конечно, чтоумень. Но снова нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...